Руководство Сибирского федерального университета обратилось с заявлением в краевую прокуратуру. Учащиеся вуза без их ведома стали членами незарегистрированной политической партии ПАРНАСС, сопредседателем которой является известный российский оппозиционер Борис Немцов. Не рад вас всех приветствовать. Слышно нормально, да? На встрече с горожанами подниматься на сцену Борис Немцов не стал с немногочисленной аудиторией, общался прямо из зала, как обычно, ругал действующую власть. Его партию ПАРНАСС Минюст так и не зарегистрировал, ссылаясь на то, что в списках обнаружены несовершеннолетние и даже умершие. Объявили об этом еще 22 июня, но вот снова появились люди, которые утверждают, что записали их в партию странным образом. За последние полгода, год у меня интересов вступить в какую-либо партию не было. Студент СФУ Михаил Мордовцев рассказывает, как-то к нему подошли неизвестные и предложили заполнить анкету, мало похожую на заявление. Там были и поля для паспортных данных, ничего не подозревающий студент все заполнил. А спустя некоторое время отца курсников узнал, что является членом незарегистрированной оппозиционной политической партии. Я отрицательно отношусь к этому. Мне кажется, так нельзя делать. Таких, как Михаил, в университете оказалось несколько. Руководство СФУ направило запрос с просьбой подтвердить членство их учащихся в ПАРНАССе. Когда пришел положительный ответ, ректорат написал заявление в прокуратуру. Все вот эти политические игры с молодежью, они в общем-то должны вестись достаточно, наверное, открыто. Если человек решил отдать свой голос или свое личное внимание к какой-либо партии, он-то должен делать самостоятельно и, соответственно, принимать решение точно сам. Ну, по крайней мере, понимать, что происходит. Сопредседатель ПАРНАССа Борис Немцов к вопросу о мертвых душах оказался готов. Сначала ответил, что ни о чем подобном не слышал, затем заговорил о неких провокациях. Ничего не думаю, я об этом ничего не знаю. Но то, что большое количество провокаций вокруг этого по всей стране происходит, это мне известно. И то, что они организовываются, проплачены, это мне тоже известно. Партия народных дел не единственная, которая не прошла регистрацию Минюст, отказывала другой России, Народному движению Воля и другим. Дело же ПАРНАССа об отказе в регистрации завязывало в судах. Тогда президент Дмитрий Медведев советовал партии не устраивать тяжб, а заново подготовить документы и устранить все недочеты. Партийцы же отправились в суд, который уже дважды проиграли. Теперь же правоохранительным органам предстоит проверить законность действий самой партии. Если будет доказано, что ее региональные представители регистрировали новых членов обманным путем, то это будет классифицироваться как нарушение Конституции, которое гласит, никто не может быть принужден вступлению в то или иное объединение и пребывание в нем. Телефон для ваших новостей 292-63 единицы. Виктор Самусенко, Михаил Масленников, Андрей Егоров, Игорь Лобакин, Афонтова. Новости.